В их постоянном маршруте «Дом-Дача» появился перевалочный пункт. Дачницы доезжают до моста, переходят его пешком и караулят на остановке следующий автобус. Иногда ждать приходится долго. Женщины жалуются, общественный транспорт стал ходить реже. И будто бы несколько автобусов переброшены на другие маршруты. Ездить на частном для пенсионерок слишком накладно. Это сюда вот нас привезут, следующий транспорт нам надо ждать. Или пятерка, или 77-й, или 48-й. И все. Вот эти опять платить. Уже три недели движение на этом мосту реверсивное в город. И из города машины идут строго по расписанию. Но оказывается, закон писан не для всех. Люди жалуются, ради некоторых водителей основной поток перекрывают и пускают привилегированные машины. Накануне на совещании в мэрии глава Самары Дмитрий Азаров упомянул обо всех жалобах самарцев. И потребовал чиновников разобраться с ситуацией. Если только из-за какой-то частной машины мост перекрывается, то страна должна знать своих героев. То есть все жители города должны узнать, что же это за замечательный человек, ради которого одного блокируется проезд по мосту и ломается режим. Я вам предлагаю сегодня-завтра, то есть до совещания в среду, проехать на всех маршрутах, причем в разное время. Вот рабочий день целиком завтра посвятить разъездам по Кубежского района. Вот с утра до вечера. У вас есть телефон, есть мобильный интернет и все управленческие решения, если потребуется, вы в состоянии будете принимать из общественного транспорта. Сегодня у моста выездное совещание. Работники департамента транспорта внимательно следят за порядком движения. Нарушителей на горизонте не видно. А вот общественному транспорту действительно приходится нелегко. Водители легковушек редко пропускают автобусы и троллейбусы. Десятки пассажиров вынуждены стоять в пробке. Свободный проход. Либо полосу общественного транспорта. Но сначала, наверное, будем выставлять сотрудников ГАИ, чтобы они приучали людей, для того, чтобы был приоритет общественному транспорту в первую очередь. Большинство людей вообще не ждут, когда движение в нужную сторону откроют и переходят мост пешком. На пешеходной части этого моста давно не было такого оживленного движения. Ремонтные работы на проезжей части продолжаются. По оценкам рабочих выполнено 30%. Ждать осталось недолго, до сентября. Любовь Коренева, Мурат Гасанов, ГИС События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова